Привет! Поговорим о том, чем запомнился сентябрь. Это дайджест номер 5. Погнали! Авиакомпания S7 запустила в TikTok сериал с историями, которые случаются на борту самолета. Рекомендуем заценить, первый сезон уже доступен на аккаунте S7. Мы оставили ссылку в описании. В Киевском университете культуры и искусств планируют открытие факультета TikTok. Интересно, а какие предметы там будут изучать? И кого пригласят в качестве преподов? Медиахолдинг Gazprom до конца 2021 года запустит российский аналог TikTok – Япи. Пока не ясно, в чем будет его отличие от китайской социальной сети, но эксперты считают, что компании нужно вложить сотни миллионов, чтобы конкурировать с TikTok. Будем следить за новостями. Тем временем в нашей параллельной реальности партия Мелиты Клоныш выступает за запрет социальной сети в Узбекистане. Напоминаем, что TikTok заблокировали еще летом и доступ к соцсети ограничен до сих пор. Мы не одни на острове запретов. TikTok уже запрещен или заблокирован в Индии, Пакистане и Гонконге. Официальным поводом ограничения TikTok стала защита персональных данных. Но нам кажется, что основная причина кроется в других мотивах. Кстати, поделитесь в комментариях, стали ли вы реже заходить в TikTok после его блокировки в Узбекистане, так как инфлюенсеры, например, жалуются на падение охватов. Вы заметили, насколько возросла популярность киберспорта в период пандемии? Рассказываем. В 2020 году общее количество зрителей и фанатов киберспорта превысило 450 миллионов человек. Это как если мы представим себе население сразу всех стран Евросоюза. А на платформе Twitch около 84 тысяч стримеров одновременно играют в прямом эфире. И это число продолжает расти. Такое количество активной аудитории привлекает бренды. Недавно в игре Fortnite прошел онлайн-концерт Арианы Гранде. А в России агентство Possible и языковая школа Skillbox запустили проект, посредством которого можно учить английский язык прямо во время любимой игры. Мировые бренды тоже адаптировались к новой реальности и активно интегрируются в киберсреду. Так бренд Nivea Man в начале лета продвигал продукты через размещение на игровых стримах и донатил топовым игрокам. Также он появился в Dota 2 с брендированным оформлением инвентаря. Mountain Dew, который недавно зашел в Узбекистан, на протяжении многих лет активно сотрудничает с игрой Call of Duty в США. Бренд можно увидеть в геймплее, а в офлайне при покупке особой версии напитка можно выиграть двойное ускорение опыта. На прошлой неделе Coca-Cola заявила о новой маркетинговой платформе Real Magic. Напомним, что платформа не менялась с 2016 года. В рамках трансформации компания запустила глобальная промо на расстоянии одной Coca-Cola друг от друга. В промо вошел ролик с селебами-геймерами, а также версия редизайна лого. Креаторы задались вопросом, что если Call of Duty может объединять целые вселенные? Так компания представила эпическую историю, в которой виртуальный мир встречается с реальным, создавая ту самую магию момента. В рамках глобальных трансформаций Call of Duty обновила айдентику и представила новый взгляд на лого. В его редизайне надпись как бы обнимает бутылку. Маноло Ароио, глобал-директор по маркетингу The Coca-Cola Company, заявил, что магия момента – новое отображение философии и стратегии, которое будет направлять маркетинг и коммуникации бренда. Нам очень интересно, как будет развиваться данная платформа, поэтому ждем новых кампейнов от Call of Duty. Что по фестивалям? Агентство Уайден Кеннеди Портланд с кейсом You Can't Stop Us для Nike, кроме Гран-при в Каннах, в сентябре этого года взяли и награду на Эмми. Эмми является главной телевизионной премией США, которая считается аналогом Оскара и Грэмми. С 1997 года статуэтку Эмми можно получить и за выдающуюся рекламу. Это почетное событие и крутое достижение для любого агентства. Уайден Кеннеди – легендарное сетевое агентство с офисами во всех уголках мира. Агентство существует уже более 30 лет и давно работает с большими брендами. Одним из топовых клиентов Уайден Кеннеди было и остается Nike. Давайте разберемся, чем же так хорош кейс You Can't Stop Us для Nike, который собрал столько наград. Nike в своей рекламной кампании затронули важную тему сплоченности и единения спортивного сообщества во время пандемии. Главная особенность кейса – в визуале, который создает ощущение единого действия из записей различных спортивных состязаний. Для того, чтобы собрать цельный визуальный ряд, потребовалось более 1000 часов монтажа. Не осталось стороне темы пандемии и компания Apple. Они запустили фитнес-сервис с 11 видами видеотренировок, которые можно практиковать каждому человеку в любом месте и в любое время. Правда, для максимального наслаждения нужны Apple Watch. Теперь поговорим о такси. Китайский бренд DD Taxi планирует зайти в Узбекистан. Он уже успел выкупить долю Uber. На данный момент этот сервис работает в 18 странах по всему миру. Пока мы ожидаем новостей от DD Taxi, давайте вспомним кейсом драйвера. Он дважды заходил в Узбекистан, но по неизвестным причинам о нем уже давно ничего не слышно. Посмотрим, чем порадует нас китайский сервис. Тем временем, в других странах сервисы такси активно расширяют спектр своих услуг. Например, CityMobile в Москве предлагает воспользоваться не только такси, но и каршерингом. Помимо авто, арендовать можно и самокат. CityMobile ярко продемонстрировал свои услуги в осенней кампании. А пока Москва хорошеет, мы следим за событиями в Узбекистане и надеемся, что наши сервисы также расширят свои услуги в ближайшем будущем. Например, запустят прокат самокаты. Маловероятно, что этим сервисом будет MyTaxi. Акмаль Пайзиев ответил нам, что в ближайшее время самокатов ждать не стоит. На этом все. Не забывайте делиться новостями с коллегами, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новый выпуск. До встречи в следующем месяце! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова